В эфире «Утро вести» Карачаева Черкесия. И я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. 75-летний юбилей отметил заслуженный художник Карачаева Черкесии Юрий Карасов. Выставка персональных работ юбиляра прошла в детской художественной школе Черкеска, которую он возглавляет. Юрия Карасова поздравили коллеги и друзья. Подробности у Алии Баташева. Исчезли сомнения напрасные. Секрет мне открылся большой. Художник, он пишет не красками, художники пишут душой. Тема Ногайского эпоса и культуры центральная в творчестве художника Юрия Карасова. Свои произведения он создает как в миниатюре, так и в монументальных формах. В арсенале художника различные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Станковая живопись и графика, афорт, мозаика, резьба по дереву. Все зависит от поставленных задач и желания самого автора. На творчество художника особенно влияет место, где он родился, считает дочь Юрия Карасова искусствовед Фатима Конокова. Родной Ау и Конхал. Именно там в его воображении возникли незримые образы несущихся всадников, где теплые руки бабушки Керуан обнимали его, где он слышал рассказы дедушек. И вот эти все образы впоследствии стали образами его картин. На экспозиции представлены работы разных лет, характеризующие различные грани творчества. Это и удивительные пейзажи, осень в горах у подножия, серия живописных и графических произведений Ногай-Л и другие работы. Своё творчество художник успешно совмещает с преподавательской и общественной деятельностью. Так Юрий Карасов – председатель общественного движения «Берлик» и Ногайской культурной автономии «Черкеска», а с 1990 года – директор художественной школы «Черкеска». Поблагодарить его за добросовестный труд, за его талант, за умение, за терпение, за ту доброту и ту искренность, которую он дарит не только своему педагогическому коллективу, но и детям. Свой юбилей Юрий Карасов встретил в прекрасном настроении. Только за этот год художник провел 12 персональных выставок, включая города Сочи и Париж. Есть творческие планы и силы для их исполнения. Главное – не останавливаться на достигнутом, а продолжать творить и делиться своим опытом с подрастающим поколением, считает художник. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Крачаева, Черкесия. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести вместе с Аллой Динаевой. Удачного продолжения дня и до встречи!